Внешняя политика СССР Он провозгласил переход к политике перестройки, гласности, демократизации, к открытости советского общества всему миру. С началом перестроечного процесса во внешней политике Советского Союза начинают происходить коренные изменения. В 1985 году была представлена новая внешнеполитическая концепция советского государства, которая получила название «Новое политическое мышление». Со сменой политического курса поменялся и глава внешнеполитического ведомства Советского Союза. В 1985 году на смену Громыка пришел бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварнац. Поворот советской дипломатии диктовался насущной потребностью придать новый импульс внешней политике СССР, которая зашла по многим вопросам в тупик. Например, была реальная угроза того, что Советский Союз может ввязаться в новый виток холодной войны, которая будет для Советского Союза разорительной. Кроме того, Советский Союз нес непосильное бремя безвозмездной интернациональной помощи различным антиимперским и революционным силам. Не следует забывать, что советское государство увязло войне в Афганистане. Все это и привело к тому, что была разработана новая внешнеполитическая концепция. Основными принципами нового политического мышления были следующие принципы. Отказ от фундаментального вывода о расколе современного мира на две противоборствующие общественно-политические системы – социалистическую и капиталистическую – и признание мира единым и взаимосвязанным. Объявление в качестве универсального способа решения международных вопросов не баланса сил двух систем, а баланса их интересов. Отказ от принципа социалистического интернационализма и признание приобретета общечеловеческих ценностей над другими ценностями – национальными, идеологическими или классовыми. Реализация этого курса по одним направлениям имела определенные успехи, по другим же оказалась внешнеполитическим провалом советского правительства. Характерной чертой нового этапа политики Советского Союза были частые встречи Михаила Горбачева и его западных коллег. В первую очередь речь идет об американских президентах. Горбачев неоднократно встречался сначала с Рейганом, а потом и с Бушем-старшим. Заключенные из США договоры об уничтожении ракет средней и меньшей дальности в декабре 1987 года в Вашингтоне и об ограничении стратегических наступательных вооружений в июле 1991 года в Москве положили начало сокращению ядерного потенциала и вообще ядерного вооружения в мире. Однако следует отметить, что сокращение этого потенциала проводилось в основном за счет уменьшения потенциала именно Советского Союза. Одновременно с этим проходил также процесс сокращения обычных вооружений в Европе. Многолетние переговоры наконец-то сдвинулись с места и в ноябре 1990 года было подписано соглашение о сокращении вооружений в Европе. Дополнительно Советский Союз в одностороннем порядке уменьшает расходы на свой военный бюджет и сокращает свою армию на 500 тысяч человек. Успешное развитие дипломатических отношений было связано не только со странами Запада, но и со странами Востока. В том числе позитивную роль в этом сыграли визиты советского лидера в страны Востока. Так, в апреле 1991 года с официальным визитом Горбачев побывал в Токио. Советское руководство заявило о том, что они готовы дать новый импульс советско-японским отношениям. А также Горбачев признал наличие территориального вопроса о государственной принадлежности четырех островов Южно-Курильской гряды. Закрепляется позитивный поворот в сторону улучшения советско-китайских отношений. Китай имел ряд требований к советскому правительству, выполнение которых должно было привести к налаживанию этих отношений. Такими требованиями были вывод советских войск из Афганистана и Монголии и вьетнамских войск из Камбоджи. После того, как это было сделано, советский лидер отправился в Пекин. В 1989 году между двумя великими державами была восстановлена приграничная торговля, а также заключен ряд важных договоров о политическом, экономическом и культурном взаимодействии. Новые внешнеполитические подходы позитивно проявили себя и в деле ликвидации очагов напряженности. С мая 1988 по февраль 1989 года Советский Союз полностью вывел свои войска из Афганистана. Позже Второй съезд народных депутатов Советского Союза признал необъявленную войну в Афганистане политической ошибкой. За эту ошибку заплатили своими жизнями более 15 тысяч советских солдат и офицеров. Горбачевская дипломатия приложила немало усилий к ликвидации военных конфликтов в Анголе, Камбодже, Никарагуа. При содействии советской дипломатии там были созданы коалиционные правительства. Кроме того, Советский Союз активно способствовал ликвидации режима апартеида в Южной Африке, а также к решению ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. 1989 год является переломным годом для отношений Советского Союза с его социалистическими союзниками в Восточной и Центральной Европе. Начался форсированный и не всегда социально обоснованный вывод советских войск с территории бывших соц. стран. Несмотря на то, что лидеры стран Восточной Европы призывали Советский Союз не делать это быстро, говоря о том, что это может привести к дестабилизации обстановки в регионе, Советский Союз все-таки выводит свои войска, а Горбачев отвечает своим бывшим союзникам экономическим давлением, говоря о том, что все хозяйственные взаиморасчеты будут переведены на конвертируемую валюту, что, в принципе, и было сделано в дальнейшем. Все это вместе взятое подтолкнуло к тому, что в конце 80-х годов происходит фактически раскол внутри стран СЭФ и ОВД. Официально роспуск СЭФ и ОВД произойдет весной 1991 года. С лета 1989 и до весны 1990 года одна за другой в странах Восточной и Центральной Европы происходят революции, в ходе которых власть переходит от коммунистических партий к национально-демократическим силам. Все эти революции в основном происходили мирным путем и получили название «бархатных революций». Исключением можно считать Румынию, где были достаточно серьезные и кровопролитные столкновения. Что же касается Югославии, то о своей независимости объявили Хорватия и Словения, Сербия и Черногория остались в составе Югославии, а вот в Боснии и Герцеговине между хорватскими, сербскими и мусульманскими общинами начинается вооруженный конфликт на почве национально-территориального размежевания. Руководство Советского Союза занимает позицию невмешательства в те процессы, которые кардинально меняют облик Европы в конце 80-х годов XX века. Наиболее наглядно это самоустранение советского руководства видно по, наверное, самому больному вопросу Европы второй половине XX века по германскому вопросу. Несмотря на то, что советское правительство имело и историческое, и моральное, и международное правовое основание сказать свое весомое мнение по данному вопросу, Горбачев этим правом не воспользовался. Это стало понятно на встрече Михаила Сергеевича Горбачева с канцлером Федеративной Республики Германии Гельмутом Колем в 1990 году. Горбачев высказывается в том смысле, что канцлер может полностью взять дело объединения Германии в свои руки, то есть Советский Союз никакие условия в этом вопросе диктовать не намерен. Мне встретило принципиальных возражений со стороны Горбачева и заявление Коля о том, что Германия войдет на общих основаниях в НАТО. Между тем, американский госсекретарь Бейкер сомневался в том, что Германия сможет войти в состав Североатлантического альянса на общих основаниях. Предполагалось, что Советский Союз этого не допустит, и Германия будет иметь членство, подобное французскому, то есть будет иметь политический союз с НАТО, но не военный. В марте 1990 года в Германской Демократической Республике проходят первые многопартийные выборы. На этих выборах побеждает буржуазно-консервативная партия, и уже в ноябре 1990 года социалистическая Германия вливается в состав ФРГ. Курс на отход от Советского Союза и сближение с Западом взяли практически все бывшие социалистические страны. Они объявили о своей готовности вступить в НАТО и общий рынок. Оставшись без старых союзников и не приобретя новых, Советский Союз тоже попадает в фарватер внешней политики НАТО. Ухудшение экономического положения Советского Союза заставило советское правительство обратиться за экономической и финансовой помощью к ведущим странам Запада, так называемой Большой Семерке. В эти годы Запад оказывает Советскому Союзу гуманитарную помощь продовольствиям и медикаментами. А вот серьезной финансовой помощи Советский Союз так и не получил, хотя и Большая Семерка, и Международный валютный фонд об этом заявляли. Западу более выгодно было в данный момент поддерживать национальные советские республики, поддерживать их сепаратизм, так как Запад не был уверен в дееспособности президента Советского Союза. Крушение Советского Союза вывело Соединенные Штаты Америки в разряд единственной сверхдержавы мира. В декабре 1991 года американский президент, поздравляя свой народ с Рождеством, объявил о завершении Холодной войны и о полной победе Соединенных Штатов Америки. Ну а теперь перейдем к вашему домашнему заданию. Для домашнего задания я предлагаю вам задание 28 из ЕГЭ по истории. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются спорные и иногда противоположные точки зрения. Ниже приведена одна из точек зрения, существующих в исторической науке. Реализация курса нового политического мышления обернулась внешнеполитическим провалом советского руководства. Вам необходимо будет привести два аргумента, подтверждающие данную точку зрения, и два аргумента, которые эту точку зрения опровергают. Я надеюсь, что вы справитесь с заданием. Спасибо большое за урок. Всего доброго. Здравствуйте, ребята. Сегодня тема нашего урока — решение заданий ЕГЭ. Мы рассмотрим циклы на алгоритмическом языке в языке Pascal, C++, Python. И также решение заданий номер 8 ЕГЭ «Анализ программ». Повторим. Цикл — это команда исполнителю. Многократно повторить указанную последовательность команд. На алгоритмическом языке структура «цикл» с предусловием записывается так. Пока, условия, выполнять. Начало цикла, тело цикла и конец цикла. Оператор цикла с предусловием в языке Pascal имеет следующий формат. While, выражение, do, оператор. Служебное слово while означает пока, do, делать, выполнять. Оператор, стоящий после слова do, называется телом цикла. Тело цикла может быть простым или составным оператором. То есть последовательностью операторов между служебными словами begin, end. Как выполняется оператор цикла с предусловием? Условие стоит в начале выполнения цикла, поэтому цикл называется с предусловием. То есть пока условие принимает значение истинно, команды в цикле выполняются. Как только условие примет значение ложь, команды в цикле выполняться больше не будут и произойдет выход из цикла. Оператор цикла с предусловием в языке C++ записывается похожим образом. While, условие продолжения цикла, блок операторов. Только блок операторов записывается в фигурных скобочках и тоже может состоять либо из простого оператора, либо составного. В языке Python для сравнения записывается цикл так. While, условие продолжения цикла, ставится двоеточие и записывается тело цикла. Перейдем к решению задания номер 8 ЕГЭ. Первый тип задач, который мы рассмотрим, это условия выполнения цикла. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы. Обычная программа дается на пяти языках программирования для удобства. Итак, мы видим на слайде, что на языке Python записан цикл в программе. То есть, while k меньше 12, s прибавить плюс 2 умножить на k, k плюс 3 и вывести на экран значение s. На языке Pascal мы также видим запись цикла while k меньше 12, do begin s присвоить s плюс 2 умножить на k, k присвоить k плюс 3 и вывести на экран значение суммы. Также мы это видим, цикл с предусловием на алгоритмическом языке и на си плюс плюс. Мы с вами рассмотрим решение программы на алгоритмическом языке. Что выполняется в данной программе? Переменные k и s целого типа, переменной s присваивается значение 0, переменной k присваивается значение 0 и дальше идет выполнение цикла. То есть, до тех пор, пока значение k будет меньше 12, в цикле будут выполняться следующие команды. Сумме присвоить s плюс 2 умножить на k, k присвоить k плюс 3 и на экран выводится результат s. Для решения этой задачи построим трассировочную таблицу. Это наиболее удобный способ в данном случае. Итак, условие у нас первоначально 0 меньше 12. Это условие принимает значение истина. Значит, s будет равно 0, k будет равно 3. Дальше снова идет проверка условия. 3 меньше 12. Тогда s будет 0 плюс 2 умножить на 3 и равно 6. k будет 3 плюс 3 равно 6. 6 меньше 12. Истина, тогда вычисляется значение суммы. То есть, 6 плюс 2 умножить на 6 и будет равно 18. k 6 плюс 3 равно 9. 9 меньше 12. Проверяется условие. Это истина. Значит, вычисляются значения s и k. В данном случае это будет 36 и 12. И значение переменной k теперь будет 12 равно. При проверке условия на следующем шаге выполнения цикла у нас получается 12 меньше 12. Это условие будет ложно. То есть, цикл больше выполняться не будет. Произойдет выход из цикла и выведется на экран значение суммы. То есть, сумма будет равна 36. Это и будет наш ответ. Рассмотрим следующий тип задач. Второй тип задач. Сумма двух линейных функций. Звучит задание похожим образом. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. Программа также дается на пяти языках программирования. Мы с вами рассмотрим алгоритмический язык, программу на алгоритмическом языке и рассмотрим решение этой задачи. Итак, в этой программе у нас две переменные даны n, s целого типа. s присваивается значение 0, n присваивается значение 75. И дальше у нас идет выполнение цикла. Пока s плюс n, то есть идет сумма этих двух переменных, меньше 150, s присвоить s плюс 15, и n присвоить n минус 5. И выводится на экран, обратите внимание, не значение суммы, а выводится значение n. Если мы построим трассировочную таблицу, то мы увидим следующее. Условие 0 плюс 75, первоначальное, будет меньше 150. Сумма будет принимать значение 0 плюс 15 равно 15, n, значение 75 минус 5 равно 70. То есть у нас на следующем шаге будет проверяться такое условие сумма этих двух величин. То есть 15 плюс 70, это 85, меньше 150, и значение суммы уже будет равно на втором шаге 30. Значение n, 70 минус 5, будет равно 65. В данном случае, если построить таблицу полностью, даже можно ее полностью не строить, можно заметить следующее. Что сумма величин s плюс n каждый раз, то есть на каждом шаге, будет увеличиваться на 10. На восьмом шаге сумма будет равна 155. И условие s плюс n будет меньше 150. То есть это условие уже перестанет выполняться. Следовательно, закончится выполнение цикла, и можно посчитать, чему будет равно значение переменной n. То есть n будет равно первоначально 75, 5 раз, 8 раз, умножается на 5, и мы получим 35. То есть эту задачу можно решить короче. То есть ответ будет 35. Рассмотрим третий тип задач, две линейные функции. Эту задачу попробуйте решить сами. Итак, снова дана программа на пяти языках программирования. Мы с вами рассмотрим на алгоритмическом языке. Давайте посмотрим, что нам дано и что мы должны найти. Итак, переменные n с целого типа. n присваивается значение 1. s присваивает за значение 0. И дальше идет выполнение цикла. Пока n меньше или равно 100, s присвоит s плюс 30, n присвоит n умножить на 3. И выводится на экран значение суммы. Подсказка. Цикл while будет выполняться до тех пор, пока истинно условие n меньше или равно 100. То есть переменная определяет, сколько раз выполнится цикл. Поскольку изначально n было равно единице, и на каждом шаге n будет увеличиваться в 3 раза, то цикл выполнится 5 раз. Я думаю, вам будет несложно посчитать, чему будет равно значение переменной s. Четвертый тип задач для тех ребят, которые хотят попробовать решить задачи этого типа. Арифметическая прогрессия. Мы с вами рассмотрим задачу на алгоритмическом языке. Итак, что нам дано в программе? Целые k, s. Сумма присваивается 0, k присваивается 1. И дальше идет выполнение цикла. Пока s меньше 66, k присвоить k плюс 3, s присвоить s плюс k. И вывести на экран, обратите внимание, не значение суммы, а значение k. Подсказка. Можно решать задание двумя способами. Первый способ. Этот цикл while будет выполняться до тех пор, пока истинное условие s меньше 66. То есть переменная s определяет, сколько раз выполнится цикл. Значение s есть сумма первых n-членов арифметической прогрессии. То есть можно воспользоваться следующей формулой, что сумма равна 2 умножить на a1 плюс d умножить на n-1 разделить на 2 и умножить на n, где a1 — это первый член арифметической прогрессии, он равен 4. В нашем случае это k. k у нас равно 4. И d равно 3, то есть разность арифметической прогрессии. Нужно решить неравенство и воспользоваться методом интервалов. Второй способ — это стандартный способ построения трассировочной таблицы. Попробуйте решить эту задачу двумя способами и определить, какой способ решения более рациональный. Домашнее задание. Используя ресурсы Федерального института педагогических измерений, раздел «Открытый банк заданий ЕГЭ информатика», а также «Решу ЕГЭ информатика каталог заданий». Задание номер 8. Попробуйте решить две или, если захотите, три задачи на эту тему. То есть анализ программ, программирование циклов. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Тема сегодняшнего занятия — решение задач по разделу «Динамика». При подготовке и повторении по любому разделу физики необходимо подготовить опорный конспект. Можно использовать уже готовые, разработанные издательствами. Они достаточно красочные, содержат очень много информации. Но намного более ценно это, если мы подготовим, допустим, свой конспект, куда соберем наиболее важные, наиболее значимые понятия. Это позволит нам структурировать наши знания, разложить все по полочкам и закрепить знания по данному разделу. Основными условиями создания опорного конспекта являются, конечно, краткость, наглядность и, самое главное, полнота информации. Рассматривая сегодня законы динамики, обращаем прежде всего внимание на три закона Ньютона и на силы, действующие в природе. При изучении сил в природе мы основном обращаем внимание на такие силы, как силу всемирного тяготения, силу упругости в различных ее проявлениях, вес тела и силу трения. При решении задач можно выделить отдельно три класса. Первый класс – это решение задач, расчетных задач на действие одной конкретной силы. Второй класс задач – это задачи на выявление зависимости одной величины от другой, на изменение параметров исходных данных. И третий класс задач – это движение тела под действием нескольких сил. Именно с последним классом задач мы сегодня с вами и поработаем. Для решения таких задач наиболее продуктивным методом является использование алгоритма решения. Я хочу вам предложить алгоритм решения, который состоит из десяти пунктов. Решая сейчас первую задачу, мы последовательно с вами разберем каждый из этих пунктов и посмотрим, как они влияют на решение задач. Итак, задача. Автобус массой 5 тонн, двигаясь ускоренно, прошел 400 метров. Сила тяги равна 5 кН. Коэффициент трения 0,05. Какую скорость имеет автобус в конце разгона? Первое, что мы делаем – внимательно изучаем условия задачи. Из условия задачи мы можем с вами выделить первое. Это то, что автобус находится в равноускоренном движении. Кроме того, он движется из состояния покоя, следовательно, начальная скорость равна нулю. Кроме того, он движется по горизонтальной поверхности, что для нас очень важно. И самое главное, в задаче дан коэффициент трения, следовательно, нам потребуется в решении сила трения. Все данные, которые мы с вами только что проанализировали, необходимо записать в виде краткого условия. Есть стандартная форма оформления, и мы в ней записываем все, что мы только что проговорили. Второе, очень важное условие – это перевести все данные в международную систему единиц. В данном случае нам необходимо перевести массу 5 тонн в килограмм. Это будет 5 на 10 в третьей степени килограмм. И килоньютоны необходимо перевести в ньютоны. Мы получаем 5 на 10 в третьей степени ньютон. Итак, мы выполнили основную подготовительную работу по задаче. Следующий этап – это сделать графический чертеж к задаче. Это одно из наиболее важных мероприятий при решении любой задачи. Мы берем, обозначаем тело, и дальше на этом теле мы должны изобразить все силы, действующие на тело. На тело у нас действует, естественно, сила тяги. Кроме того, действует сила трения, которая направлена против движения. Действует сила тяжести, направленная к центру земли вниз. И действует сила реакции опоры, направленная перпендикулярно вверх. Точно так же мы должны показать на схеме направление ускорения. После того, как мы показали действие всех сил и ускорения, мы выбираем систему координат. Я хочу вам напомнить, что в физике мы имеем право самопроизвольно выбирать направление системы координат. И мы получаем с вами вот такой вот графический чертеж. Он нам в дальнейшем поможет при решении задачи. Следующий шаг. Мы должны записать уравнение Ньютона. Второй закон Ньютона. Записываем его первоначально в векторном виде, где результирующую силу мы просто расписываем как векторную сумму всех сил. Просто исходя из рисунка, перечисляем все силы, действующие на тело. После этого мы должны в обязательном порядке спроецировать векторное уравнение на выбранные оси координат и получить систему скалярных уравнений. На ось Х мы производим проецирование всех сил. Причем силы, которые направлены параллельно оси Х, они будут равны сами себе и останутся в уравнении. Силы же, которые будут направлены перпендикулярно к оси, они спроецируются в точку и будут равны нулю. Поэтому у нас наше векторное уравнение сокращается и принимает вот такой вот вид. То же самое мы производим и при проецировании на ось Y. В данном случае у нас ускорение направлено перпендикулярно к оси Y, поэтому проецируется в точку и превращается в ноль. Решаем эту систему уравнений методом подстановки, выражаем, чему у нас будет равна реакция опоры. Кроме того, вспоминаем, что сила трения у нас по формуле равна мю на n, или тогда у нас получается мю на mg. И можем теперь это подставить в уравнение. И мы получим с вами вот такую вот запись. Из этой записи мы уже можем решить нашу основную задачу – найти ускорение движения автобуса. Ускорение будет равно сила тяги минус сила трения, деленная на массу тела. После того, как мы нашли ускорение, мы имеем возможность уже решить и основной вопрос нашей задачи – это найти скорость. На прошлом занятии вы разбирали уже вопрос равноускоренного движения, поэтому должны помнить формулу для нахождения пути при равноускоренном движении. У нас путь равен разности квадратов скоростей, деленной на удвоенное значение ускорения. Но так как у нас начальная скорость равна нулю, то формула у нас сокращается и принимает вид С равно В квадрат, деленное на 2А. Отсюда легко выразить можно скорость. Скорость будет равна корню квадратному из произведения 2А на С. С учетом того, что А у нас найдено в предыдущем решении, мы получаем с вами, что скорость будет равна вот такому вот выражению. Это у нас конечная формула, выраженная в общем виде. Используя первоначальные данные нашей задачи, мы можем подставить сюда числа и рассчитать необходимую нам величину. Здесь можно легко просчитать, даже не используя калькулятор. Прежде всего, у нас 10 в третьей и в 10 в третьей степени есть и у одного, и у другого числа, мы это можем вынести за скобку. Тогда у нас остается 5 сотых умножить на 10 будет 5 десятых, умножить на 5 будет 2 с половиной. И у нас получается 5 минус 2 с половиной будет 2 с половиной. Умножаем на 2, получается 5. Таким образом, у нас вверху и внизу находится число 5, и они сокращаются. Точно так же 10 в третьей вверху и 10 в третьей внизу тоже сокращаются. И остается число 400. Корень из 400 равен 200 метров в секунду. Прошу прощения. Корень из 400 равен 20 метров в секунду. Но на этом решение задачи не заканчивается. Мы можем дополнительно провести проверку правильности решения, если проведем работу с размерностью единиц. Мы сейчас вместо чисел подставляем размерности этих физических величин, и можно легко убедиться, что выразив эти единицы, они у нас тоже сокращаются. Килограммы и килограммы сокращаются. Секунда в квадрате уходит вниз. Метр на метр будет метр в квадрате. И корень из метр в квадрате на секунду в квадрате получается метр в секунду. Таким образом, мы доказываем, что задача, то есть конечная формула, формула выведена абсолютно правильно, и результат мы должны получить верный. Но самое важное еще в конце задачи проверить решение задачи на здравый смысл. Мы рассматриваем движение автобуса, и получили, что его скорость равна 20 метров в секунду. Или 72 километра в час. Это вполне реальные цифры, которые могут соответствовать ситуации. Если бы мы получили значение, допустим, 200 метров в секунду, то это был бы нам сигнал о том, что мы задачу решили неверно. Не может автобус двигаться со скоростью 200 метров в секунду. Поэтому каждый раз, когда вы решаете задачу, необходимо внимательно смотреть на полученный результат. Очень часто он позволит вам найти ошибку в задаче и исправить ее, получить верное решение. Таким образом, прорешав эту классическую задачу, мы с вами рассмотрели, как, используя алгоритм решения задачи, можно добиться необходимого результата. Продолжим. Рассмотрим следующую задачу. Автомобиль массой 4 тонны движется в гору с ускорением 0,2 метра в секунду в квадрате. Найдите силу тяги, если уклон равен 0,02 и коэффициент сопротивления 0,04. Данная задача аналогична предыдущей. И основное отличие, которое здесь есть, это то, что у нас движение происходит не по горизонтали, а под уклон. В следствии этого, при решении задачи, при проецировании у нас будут использоваться тригонометрические функции синус и косинус. А так, задача решается абсолютно по той же схеме. Мы анализируем условия задачи, после этого делаем краткую запись, переводим в систему Си все необходимые значения, записываем уравнение Ньютона, проецируем на оси координат, решаем эту систему скалярных уравнений, получаем конечную формулу в общем виде и получаем числовое значение и проверяем его на здравый смысл. Точно так же можно рассмотреть следующую задачу, чуть более сложную, движение связанных тел. Принцип решения ее остается тот же самый. Анализируем условия задачи, делаем краткую запись, графический рисунок, прописываем уравнение в векторном виде, проецируем, записываем в векторном виде. Так как у нас движется два тела, то уравнение мы должны записать для каждого тела в отдельности. У нас получается два векторных уравнения. Делаем проекцию на выбранные оси. Здесь хочу обратить ваше внимание, что мы с вами, решая эту систему уравнений, можем применить еще один метод из математики, метод сложения уравнений и таким образом получить необходимое значение. Используя формулу кинематики, мы получаем конечную формулу в общем виде и прорешиваем. Таким образом, мы с вами рассмотрели алгоритм решения задач и убедились, что большинство задач с помощью использования этого алгоритма можно легко решить и получить верное решение. На домашнее задание я хочу вам предложить воспользоваться сборником задач Рымкевича «Физика 10 класс» издательства «Дрофа». Этот учебник легко можно найти в сети интернет. Здесь приведен для вас его ссылка на этот учебник. И, пожалуйста, на странице 41 задача 271-274 это задачи аналогичны той задачи, которую мы с вами разобрали подробно. И страница 43 задача 288 это задача аналогична второй задачи, которой мы рассматривали – движение по наклонной плоскости. Большое спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин